Ну что, мы приехали в Синаке. Синаке. Чтобы показать вам красивые виды, приходится… Мы сейчас только что учить не попадали. Приходится вот так вот спускаться. А, я не знаю, как это сделать. Давай телефон и куда-то... Грузия, она такая. Смотрите, какая вода чистая. Маленький водопадик и не один. Вот там вот глубина 3-4 метра. Вода горная, соответственно, холодная. Я уже попробовала. Прям холодная-холодная. Если бы вы видели, как мы спускались. Через колючки, через... Я вся в грязи. Но оно того стоило. И я помню наш ретрит в Карпаты. Мы точно так же поднимались на горы. Все были грязные в земле. Но это же природа. По-другому быть не может. Очень круто. Пность по-другому быть не может. П�дите, где мы. Победите, где мы хотим. П.- trap. П-нап-пуз. П-нап-пуз. П拗. П-нап-пуз. 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 а вот это хулиганы и вот это вот у них на шее для того чтобы они не залазили через а почему у этого нет он типа послушный и у этого нет или досточек не хватило или это самые такие проказники скорее всего да в основном все домики вот такие приблизительно наверху мы становились ребята не такие хорошие грузинское гостеприимство она не знает границ сейчас нас куда-то ведут сейчас я узнаю куда это гранат я помню с грузии с детства эти деревья и кусты и потом на них висят гранаты птицы как поют да слышите красота считаю что мне очень повезло с погодой солнышко нету и от этого не пекла не жарко и даже вот видите свитер надела на платье это это повезло потому что если бы жарко было то жара выматывает а тут прохладненько солнце нету но небо чистое китику хороший делан бегает вот мы сейчас пришли на мост я сейчас узнаю что это за мост вот а и и и и и и на русле цехе коди цехе коди цехе коди говори здесь этот сынок и не было города здесь я был раньше город вот это крепости остались с того времени остатки и сейчас реставрируют его и армия все здесь я располагалась в этом месте даже военный город если по википедии я посмотрела что это военный город но небольшой там всего лишь двести восемьдесят тысяч людей живет в википедии город есть переводится правильно говоря на калакеве уже лучше я учусь так а это что за речка он да это риск позже я обожаю кипарис вики дорогие дело у себя мы пожимать у себя дома на пану пьябан сам и плаван сам и по царской царской бане а сколько и 5 6 век царская баня подержи я пойду попарюсь а а а а а а а а Это ж ящерица! Такая амки съела! Так, ну что, я парюсь. Я в бане. Ну-ху! Требежь шемосево орду. Требежь шемосево орду. Требежь шемосево орду. Требежь шемосево орду. Здесь был царь. И это была крепость. И тут был город. Сейчас им реставрировано. Сейчас им реставрируем. Очень высокие были эти стены оборонительные. 10 метров на 10 метров. Это сейчас реставрацию сделали так, чтобы было немножко порядок привели. А так они были 10-метровые, чтобы когда враг нападал, не мог через эту... Турков, когда ловили, в плен брали. Здесь были тюрмы. Их тут держали. Войноплены. Мучили, разрывали их напополам. Турки, знаешь, сколько грузинам крови попили? Турки, наверное, то же самое говорят о грузинах. На нас всегда нападали. Мы туда никуда не нападали ни на кого. Вот сколько историю, посмотри Грузии, всегда нападали на Грузию. Грузия всегда защищалась. Ну, в плане имею в виду, тут такие ресурсы. Никогда Грузия не была захватчиком. Так, надо почитать. Что это? Таня, специально делали такие маленькие проходы, чтобы крепость, ну, силу не теряла самооборонительная, видишь? Чтобы ее нельзя было не пробить ничем, не разрушить. Угу. Потому делали такие проходы узкие. Боже, тут даже взрослый человек не поместится. Ну, пролазились. Грузины вроде бы такие большие. Для этого были маленькие. Маленькие грузины специально для этого класса. Время, когда враг нападал, отсюда лучники их уже добивали. Они уже не могли их убить. Это, этот, дозорные смотрели с этих окошек. Пили вино в перерывах, говорили со сты. А когда турки... Вот тут осадные башни, в общем, эти лестницы поставляли. И грузины их скидывали потом воду туда. Угу. И турки по течению, трупики их не уплывали. Какой ты добрый, Ром. Смотри, смотри. Да, лук. Добрый. На видео не видно масштабы. Да, сейчас подпойдем. А это все увеличено в размерах. И смотрите, какая церковь. Как красиво. Очень красиво, тоже вот реставрируют. Угу. При каждом царском дворе была всегда церковь построена была. Такого не было. Потому что грузины очень православные и верующие люди. И то есть правитель всегда с Богом общался. Если царь от Бога, значит он хороший царь. Вот мы сейчас вот здесь. Вот здесь вот шли, 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 шли. И вот сюда дошли. Видите, какой город. Вот. О, кувшины. О, кувшины. О, кувшины до сих пор остались такие. Зарытые в землю. Бочки, да? Кувшины большие. Сняла. Сняла. А, кувшины. А, кувшины. Ну, кувшины. Выносина и орд. А, кувшины. А, золото прятали тут. Да? В этих... Ну, это... Как будто вино, на самом деле. Царская казна, короче. А, понятно. Царская казна. Все, я думала вино. Ну, их пользовали для этого, чтобы турки не додумались, они... Типа думали, что... Ну... Турки типа дураки. Они дураки, а это получается как казна была и здесь ювелирные эти делали для царя и все. А сейчас мы идем в туннель. Вау! Ну, спускаться туда прям низко. вниз мне слегка страшно, но я хочу, потому что любопытство. Перебарывай. Перебарывай. А, так нет. Я думала... Он проходной. Там свет есть. Сейчас мы посмотрим. Класс. Вот это красота. Класс. 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 Ещё припоют. Молодцы поют. Я не знаю. Здесь накладывай. Вот если бы сейчас дождя не было, то можно было бы здесь искупаться. Хотя можно и так искупаться. просто с гор как бы вода чуть грязная вода стекает после дождя она чуть-чуть горы зеленоватого цвета но не то что грязи зеленая ну такой оттенок у нее зеленоватый видно дно да а глубина какая глубина с 2 метра а там 10 метров перепадами тоже горная от течения швомова помогает вот тебе место для медитации и это реально убирать тут могли мыться только цари и верховные ну приближенные к нему просто просто люди нам выступаться было запрещено это тоже источник я вам до этого показывала который бьет прям из-под земли температура воды 80 градусов но вы видите да какой пар идет запах серый такой прям и как улица рука кулик я думаю вот эти грязи и можно натираться да Рома говорит, что здесь вообще кипяток, здесь не 80 градусов, здесь больше, 100-ка наверно, потому что как я не смог руку даже поставить, ну там тоже как бы шоу-пар, очень классное место для медитации на самом деле, людей здесь нет, только коровы и внизу вот там вот речка, здесь источник и кругом горы, поэтому это очень крутое место. Вот сейчас идем по мостику, это в сторону, там был в советское время комсомольский лагерь, шатается так, вау, такой есть и в Карпатах мостик, я по нему ходила, сразу вспомнила, ассоциация. Ассоциация. Захотели попить, остановились и оказывается в любом дворе вас могут напоить, просто, вот так. У нас в Украине такого нет, иду пить. Пошлите со мной сюда. Колодец. Пошлите, пожалуйста. Монда, моди. Вау. Ой-ой-ой-ой. Вау-ой-ой. Вау-ой-ой. Мы приехали в очень красивый каньон в Ортвеле, но говорят, вроде бы он закрыт на ремонт и скоро только откроют, но по-моему закрыт. Если это так, то это очень грустно, потому что там очень классно, я увидела в интернете и очень захотелось сюда. Я фотографии вам ставлю, чтобы вы понимали, если мы не попадем, то тогда покажу тоже фотографии. Вот видео есть, видите, как сказано на лодках. Ну отлично, что есть видео, чтобы вы понимали общую картину этой экскурсии. Вода какая! Вода какая! Ой, как красиво! И этот каньон, то есть вы плываете туда, а потом плываете обратно. Поэтому если вдруг что-то не успели пофоткать, поснимать, типа купаться нельзя. Раньше можно было купаться во время... был царь Давиди, по-моему. И он как раз купался. Но в каком-то там году, я точно не помню, уже запретили. Можно только плавать, купаться нельзя, к сожалению. Супер! Я хочу, чтобы пару слов на грузинском выучили. Рома говорит, что надо выучить пару слов на грузинском, потому что для граждан Грузии билет стоит 9 лари. А для туристов 15 лари. Какая в реклите? Капец! Все, мы идем. Сейчас я вам все покажу. На нас надевают жилеты спасательные. И вот там вот, в лодочках, мы сейчас поплывем. Классно! Это называется «белличный слог». Это называется «белличный слог». Такой шум. Водопад. Чувствуется сразу мощь. Снимаем друг друга на камеру. Снимаем друг друга. Снимаем друг друга. Снимаем друг друга. Дома хочет спуститься. Вот туда хочет. Субтитры сделал DimaTorzok